Обязательно нальем чайку хорошего, заварим, чтобы разговор пошел очень продуктивно, друзья мои. Выставим свет, свет падает, мы стоим, и сегодня будет тема очень интересная. Я часто встречаю такой, не то чтобы вопрос даже, а такую мысль на просторах своего канала, в комментариях, в жизни, да везде. Так как я в перепродажах очень давно. Давайте, кстати, коротко познакомимся, кто впервые на моем канале. Меня зовут Игорь Малкин, как вы уже это поняли, и я порядка 10 лет занимаюсь перепродажей автомобилей. Ну, то есть какой-никакой опыт есть, я думаю, вы с этим согласны. И вопрос звучит следующим образом, а точнее это мысль. Игорян, тачками хочу заниматься, вообще непонятно ничего, вот как ты так зарабатываешь, ну как вот, ну где ты их находишь, ну как устроен автобизнес, ну ты же перекупчик, ну перекупчик, давай расскажи мне по-братски, как это все, ну как это все. И в сегодняшнем видео перекупчик вам расскажет, как устроен автобизнес. Это будет большое достаточно видео, мы поговорим вообще о всех слоях авторынка, как, что, с чего начать, где, почему. Короче, все, чтобы такой ликбез по автобизнесу. И мы начинаем, друзья. Я предлагаю начать с того, чтобы развить перекупов на несколько категорий. Давайте их разделим, как говорится, разделяй, властвуй. Первый сегмент перекупов это поисковики. Вам, надеюсь, видно, поиск, поисковики, кто это такие? Вообще рынок неоднороден, нет такого, что все перекупы ищут на площадках, покупают, продают и на этом зарабатывают. Нет, друзья, это устроено совершенно не так. Это лишь одна категория, один сегмент перекупов, это поисковики. Как они работают? На самом деле задача очень простая. Найти машину в объявлениях, чтобы, так скажем, сторговать по максимуму, профит, ну, маржа, зазор, выхлоп, как хотите, прикур, укур там, ну, нет, не укур, ладно, прикур, называют еще прикурил. Сколько прикурил с тачки? Вот, чтобы этот прикурил, он был максимально большой, да, чтобы ты взял тачку и накрасил ей губки, торговал собственника, ну, и так далее, и так далее, да, и ее продал. Вот это одна категория, на самом деле, таких, таких людей на рынке где-то процентов, ну, по моим субъективным данным, я не проводил никакую статистику, просто по ощущениям, как я вижу, слышу, познаю этот рынок, ну, где-то процентов 70, это поисковики. В чем основная задача поисковика? В трех шагах. Найти частника, сторговать с него максимум и продать максимально дорого и заработать. Все, эти три шага выполняет поисковик. В чем плюсы и минусы поисковика? С одной стороны, он может очень продуктивно работать, сам, быстренько, ну, то есть, находить, торговать, он такой работник в поле, то есть, он взял толщик, накинул сумку и полетел. Он может ездить по России, он может ездить из региона в регион. В основном, кстати, поисковики, они находят машины в одном регионе, ну, не в основном, это очень распространено среди поисковиков, мои грибнички, поисковички. Вы находите тачку в одном регионе, везете ее в свой, накидываете в маржу и продаете. Ну, или, бывает, внутри своего города тоже эта тема нормально работает. То есть, это одна категория. Вторая категория – это предприниматели. Кто такие, в смысле, предприниматели? Ты кого предпринимателями назвал, перекупов, что ли? Их, вот этих перекупчиков наглых, которые выжимают из людей последние соки, спекулянтов? Нет, это не предприниматели. Нет, друзья, на самом деле процентов, ну, по моим, опять же, скромным подсчетам, 15, наверное, на рынке – это предприниматели. Кто это такие? Давайте поподробнее. Это люди, которые работают совершенно по-другому, нежели в поиске. Они не ищут машины, они могут работать по рекламе различного рода, используя разные инструменты. Ну, и, кстати, я отношусь по большей степени к этой категории. Здесь может быть очень много тонкостей, нюансов. Это, в принципе, люди, которые строят бизнес. О том, как работают предприниматели, какие рекламные инструменты, как выстраивать всю бизнес-модель, я не буду сейчас углубляться, потому что видео получится часов на 5-6. Об этом, кстати, я рассказываю на своем марафоне по автовыкупу. За датами потоков следите на моем сайте, ссылочки будут в описании. Здесь более детально и подробно я рассказываю, как сформировать вообще предпринимательскую деятельность в перепродажах автомобилей. То есть, смотрите, внимание, я не работаю в этом сегменте и не работаю с этими людьми. Если вы хотите вот сюда попасть в поиск, это не ко мне, я этому не обучаю. Говорю сразу. Я обучаю предпринимателей, чтобы построить свой автобизнес. Идем дальше. Вот таких людей, это процентов 15 на рынке. Что их характеризует? Это команда, процессы, инструменты. Разные инструменты. Начиная от того, от маркетинговых инструментов, заканчивая инструментами управления, формирования команды, оборудованием, офисы и так далее, и так далее. То есть, это полноценные предприниматели. Что характеризует поисковиков? Один. Он один. Ему не нужна команда, ему не нужны какие-то инструменты. Ну, максимум толщик. И что еще? И талант. Талант. Поисковики талантливые люди. Талант. Давайте напишем талант. Следующая категория. Это различного рода автоаукционщики. Автоторги. Вот, короче, давайте назовем это аукцион. И таких процентов тоже 15. Есть люди, которые покупают автомобили на автоаукционах, на различных торгах по банкротству. Они дружат, знакомятся с дилерами, вытаскивают автомобили у дилеров с различных салонов и так далее, и так далее. То есть, это такие... Блин, я даже не знаю, как их характеризовать. Это такие люди, которые могут без мыла залезть. Залезть. Просто залезть без мыла они могут. Серьезно. Вот, давайте так. Это нетворкинг. Такое модное слово. Коммуникации. Коммуникашн. Ну, как вам еще сказать? Короче, это когда ты умеешь договориться. Нетворкинг. Давайте так напишем. Нетворк. Второе. Это люди, понимающие... Вот, они любят системы. Они могут залезть в эти системы по аукционам. Они не зарабатывают на какой-то большой марже. Им главная оборотка. Им главный постоянный источник, так скажем, трафика. Это, не знаю, системные люди. Давайте подытожим. В основном рынок перепродаж делится на вот такие три категории. На самом деле, можно еще сюда приплюсовать разные. Есть категория, допустим, поисковики, которые покупают у предпринимателей машины. Есть поисковики, которые перерастают в предпринимателей. Есть предприниматели, которые охватывают и поиск, и выкуп автомобилей с разных аукционов, площадок, торгов. На самом деле, здесь можно это все объединить. И так или иначе, это такой большой котел варева, такой борщ из перекупов. Как называется борщ из перекупов? Как называть суп из перекупов? Есть окрошка, есть перекупошка. Вот, допустим, вот такая большая перекупошка, где варятся все перекупы. и купы хорошо мы поняли что как это работает и второй правильный вопрос а с чего начать потому что смотри очень важная мысль для тебя если ты работ хочешь работать в поиске ну такой я пойду в предпринимательство я буду строить команду автобизнесом до процессы налаживать нет ты не туда пошел или наоборот ты такой я хочу быть предпринимателем а пошел тачки с толщиномером тыкать да понятно классно тебе нужна компетенция ты научат нарабатывать но ты должен ответить на вопрос по какому пути ты хочешь идти и давай теперь разберем каждый из путей на чем эти люди зарабатывают смотри если ты ищешь машины на поиске то в основном эти люди зарабатывают не на супер глобально большой маржа не на процессах не на оборотке не ну то есть они зарабатывают на разовых единичных сделках и совершенно такая стандартная маржа виде ну максимум 15 процентов с автомобиля ну в среднем 10 процентов со стоимости автомобиля то есть если машина стоит 300 тысяч рублей в среднем маржа будет 30 тысяч рублей и этот человек который будет искать находить терять приобретать и то есть скорее всего в обороте этот человек не сможет иметь больше там определенного количества автомобилей предприниматель это люди работающие по другой модели маржа у этих людей гораздо больше то есть если машина стоит не знаю там 300 тысяч рублей предприниматель будет делать маржу ну процентов 20 это как минимум он должен сделать это маржу по определенным параметрам я сейчас не то что пытаюсь от вас скрыть информацию типа ой а я вам не скажу это большая тема которую я разбираю на марафоне по автовыкупу почему как достичь такой маржи почему такая маржа это маржа 60 тысяч рублей с автомобиля ну в 300 тысяч рублей здесь ребята которые работают с авто аукционами и прочими онами там площадками а у дилерами у них решен вопрос где покупать машины понимаете когда у тебя решен вопрос где покупать машины скорее всего маржа будет маленькая потом но зато у тебя будет постоянный оборот но чтоб решить этот вопрос где покупать машины это очень трудоемкая задача здесь если машина стоит 300 тысяч рублей маржа может быть вообще 15-30 давайте 20 напишем среднем так как здесь люди двигаются за счет оборота если видео нравится обязательно поставь лайк чтобы мы дальше делали это подобные разборы из чего устроен автобизнес еще такой момент когда люди приходят в автобизнес они думают то что мне сейчас надо вот целый рюкзак перекупа кстати у меня было видео на канале что у меня в рюкзаке рюкзак перекупа я много всего там показывала рассказывал на самом деле сейчас наступление до коротко об оборудовании которое вам понадобится его не так много это вас основных два предмета без которых будет ну действительно трудно обходиться этот толщиномер вы можете по ссылочкам в описании кстати заказать толщиномер к толщиномеру идет курс по перепродаже авто в том числе и вот к этому приборчику это launch launch это компьютерная диагностика чтобы вы могли читать автомобили там проверять их на внутреннюю так скажем составляющие ошибки там и так далее так далее начать можно с этого я встречал людей которые мне говорили игорь вот я сейчас куплю все оборудование то что ты показываешь рассказываешь и тогда начну ультрафиолетовые фонарики инфракрасные камеры booster там launch и разные толщиномеры все 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 куплю зеркальца там не знаю ну все вообще и вот тогда начну я верю слушаем мы начинали вообще с толщиномером ручкой знаете вот чпок 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 механический такой вот мы начинали с этого поэтому думать то что ты сейчас все купишь у тебя поэтому пойдет нет надо отвечать себе на вопросы каким путем ты хочешь идти вот это первостепенный вопрос второе конечно оборудование нужно все окей ты выбрал путь каким ты хочешь идти ты хочешь искать сам быть ремесленником быть предпринимателем или идти в большие системы аукционы быть винтиком в этом механизме что происходит дальше в рынке перепродажа человек покупает машину неважно каким путем вот давай сведем все эти пути к одному результату это машина он купил машину давайте представим что он купил машину за 300 тысяч рублей классная машина иномарочка на автомате как мазда 3 или ford focus неважно за 300 тысяч рублей и задача любого перекупа сейчас капитан очевидность да и входит в роль вступает в игру капитан очевидность продать ее дороже и вот второй слой из чего устроен автобизнес это предпродажная подготовка у машины надо готовить серьезно я думал что там кишницу с утра надо готовить нет машины тоже и на самом деле здесь тоже три категории как люди готовят от тех или иных параметров отталкиваясь человек поисковик в основном он а или делает все сам у него есть гаражик у него руки золотые перчаточки болгарочка полированная машина вот это все пулевизатор там не знаю компрессор он шарит шарит то есть разбирается в этом всем и он красится вот первое это сам есть такие люди сами с усами и я их уважаю у них реально есть руки они растут из плеч они ровные такие они могут красить но есть плюс и минус этой истории плюсы в том то что ты как бы экономишь на материалах ты экономишь на много-много всем но минус ты занят вот здесь ты прям прям вот вот сам 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 все сам купил сам подготовил сам продал сам испачкался нарушался краски исполни испортил здоровье бы не не провел время с семьей и ты 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 отказался от всего в пользу как бы ну вот этой работы это неплохо это как и любая другая работа но это не аля ты предприниматель это аля вот ты сам ремесленник ты сам 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 второй вариант это люди которые отдают в малярку делегирует у них есть малярочки у них есть какие-то автостанции и так далее и так далее что они приезжают туда есть определенный уже тариф прайс если при чек с улицы допустим покрасить крыло в среднем по рынку покрасить крыло стоит около 8-9 тысяч рублей уже по новым ценам но от 7 до 9 если перекуп ездит в эту малярку постоянно то у него будет там от 5 до 7 ну такой диапазон все будет зависеть от сложности работы объема работы там или той или иной малярки того или иного уровня потому что малярки бывает где можно дешевую машину привезти там за 300 тысяч рублей ford focus старенький а есть машины за три миллиона рублей туда ты не повезешь скорее всего в ту малярку где люди делают там старые какие-то машины по 5-7 тысяч рублей за элемент ты повезешь в хорошую дорогую малярку авто детейлинг там да и так далее да где тебе будут ну совершенно другие суммы называть ну тебе и машина другая там требования к качеству совершенно другие вторая категория куда отдают перекуп готовить машины это делегирует это малярки это детейлинги где они находятся на самом деле их валом в любом городе это могут быть какие-то гаражи это могут быть какие-то там авто ну сервисы но в основном это более гаражного плана то есть ну такие боксики гаражные это небольшие такие официальные сервисы где вы приезжаете там зона вот chill out там телевизор кофе то есть потому что в таких сервисах идет большая переплата перекупу переплата не нужно до лайк поставь если так ну конечно же я знаю брата моего не нужна тебе переплата поэтому ты идешь гаражные сервисы делать максимально все просто и удобно ты делегируешь и третий вариант ничего не делают не делают да это больше относится вот к этим ребятам и вот к этим предприниматели и аукционщики они зачастую ничего не делать ты спросишь как смысл чуть за перекупы которые ничего не делать это не до перекупы какие-то получается да на самом деле нет смотри давай теперь арифметику по перепродаже автомобиль если ты берешь машину за 300 тысяч вкладываешь в нее 30 в подготовку покраску кимчайскую полировку ты все делаешь или ты сам делаешь но не вкладываешь но при этом тратишь две-три недели машина выходит 330 и продаешь что ее например за 300 там 70 тысяч рублей аж свет выключился окей свет мы поменяли идем дальше и продаешь что ее например за 370 тысяч рублей маржа 40 тысяч рублей то есть ты проделал работу и получил 40 тысяч рублей а смотри что можно делать и делают некоторые люди так как вот это вот это сегмента в основном работает уже на потоке знает как чё где и почему если ты покупаешь за 300 ничего не делая приплюсовываешь туда свой сорокет и она быстро у тебя уходит за 340 та же самая маржа 40 тысяч рублей поэтому те люди которые работают по сегменту в сегменте предприниматель они имеют как бы эту возможность купить дешевле эту машину даже чем 300 так как 300 скорее всего для этого будет а здесь не будет 270 да и ничего не делая он даже продаст этом за 310 и те же самые 40 тысяч маржи заработает поэтому у перекупа всегда как бы на кону стоит вопрос а делать или не делать и в основном поисковики или делают сами или делегируют предприниматели тоже делегируют но зачастую они быстро делая тем самым быстрый оборот продают продают окей уяснили как работает эта часть авторынка понятно откуда покупают понятно как готовят и теперь давайте поговорим о продаже а как продают где размещают как эта вся история работает ну да на уровне вот большого рынка здесь тоже все очень интересно смотрите поисковики размещает в основном любые из площадок а 2 авито дром юла и так далее и так далее то есть это площадки предприниматели в принципе похоже делают но площадками здесь не ограничивается первое это площадки тоже второе некоторые предприниматели ну я их так назову в контексте нашего видео продают автомобили поисковикам как да друзья есть группы в телеграме вы можете подписаться на одну из них допустим у меня тоже есть группа так как я работаю в этом сегменте тачки ниже рынка и я продаю много машин перекупом которые работают оля в поиске то есть это telegram каналы то есть вот эти люди скорее всего они не могут продавать предпринимателям потому что не хватает маржи ну какой смысл мне покупать там ты купил за 300 ты подконечного потребителя продаешь за 350 мне невыгодно покупать а я купил за 250 я могу тебе и за 300 продать поэтому многие предприниматели продают поисковикам до через telegram чат и через личные знакомства и так далее и так далее эта схема достаточно успешная в плане быстрой продажи также предприниматель формирует базу о том как формировать базу ну как продавать вообще как какие инструменты использовать в продаже у меня есть тоже эта вся информация на марафоне это очень большой слой поток информации поэтому я сейчас не буду грузить но это работа с базами где и как формировать все на марафоне будет аукцион щеки аукцион щеки продают ну тут немножко такая тоже двоякая история ну площадке это везде то есть они также выставляют на площадке те люди кто забирает на авто аукционах если люди забирают на различных торгах по банкротству там да с нюансами и так далее так далее то зачастую эти люди также продают поисковикам то есть потому что вот эти вот этот сегмент рынка он всегда готов на маленькую маржу ему по он ему бы ему лишь бы где-то купить то есть если вот эти люди хотят большую маржу эти хотят быструю продажу а вот эти хотят хотят все маленькую маржу окей быструю продажу хорошо они согласны на все это неплохо это как знаете такого своего рода санитары леса они берут они пробуют они работают здесь много новичков здесь много всего но скорее всего это не цикличная история то есть он может месяц продать одну машину может 2 может 5 может 10 но он перебивается за счет все всех сегментов и в том числе там за счет площадок здесь это площадки это поисковики ну и это свои каналы то есть там тоже есть определенные каналы сбыта автомобилей да потому что если человек работает с площадками там даст торгами по банкротству и у него пришло достаточно много автомобилей и там не за 5 10 15 за раз то ему не интересно продавать это все по по 1 по одной машине через площадки с объявлениями это долго дорого нудно то есть он бывает пачкой скидывать через свои различные каналы вот так устроен рынок продаж конечно в эту тему еще можно вкорячить много информации ну типа того как оформляют документы перекупа а как выстроить бизнес-процессы и так далее давайте так сделаем если это видео наберет больше тысячи лайков то следующий материал я запишу на тему оформления документов именно с точки зрения перекупа как они это делают все подводные камни и тонкости много много нюансов так что не скупись на лайк рекомендую этот ролик своим друзьям и мы будем дальше развиваться и обучаться перекуп скому ремеслу на этом все друзья всем спасибо всем пока